Итак, поехали. Прежде чем мы начнем переходить непосредственно к нашей сегодняшней теме, немножко поговорим о программировании в целом. Что это такое и зачем оно вообще необходимо. Под программированием понимается описание задачи на языке, понятном компьютеру. То есть, описание задачи в виде алгоритма. Алгоритм это последовательность действий, которую необходимо компьютеру выполнить для ее решения. Тут понятно? В зависимости от того, какой язык мы выберем, способ описания алгоритма будет немножко отличаться, но в целом на всех языках они достаточно похожи. Не берем, конечно, в расчет графические языки, такие как там Scratch, LabVIEW и так далее. То есть, я подразумеваю именно языки программирования, на которых мы пишем код. При программировании на начальном этапе первое, что нам понадобится, это познакомиться с операциями ввода и вывода. То есть, это общение с пользователем в первую очередь. Под вводом подразумевается момент, когда пользователь вводит какие-то данные. Под выводом, естественно, вывод каких-либо сообщений, значений, результатов вычислений и так далее и тому подобное. Естественно, под выводом подразумевается не только вывод на монитор, а также подразумевается запись в файл, вывод на какой-нибудь носитель и так далее и тому подобное. Но в первом приближении, то есть в первых наших задачах, мы будем именно выводить данные на экран. Так же самое, как и считывать данные, мы будем с клавиатурой. Первые программы, с которыми сталкивается любой программист, всегда являются консольными. Потому что это избавляет нас от лишней необходимости делать графический интерфейс. То есть, это дополнительные расходы по времени и, собственно говоря, забивать голову сразу же лишними вещами, так сказать. Естественно, они в перспективе не лишние, но на начальном этапе они будут только отвлекать. Если кажется, что консольные программы бесполезны, вы очень сильно ошибаетесь. Дело в том, что основная часть программ, она не отличается как в консольном, так и в графическом виде. Это просто чисто интерфейс визуализации. Интерфейс пишется всегда быстро. Долго пишется логика. Логика самое тяжелое в программировании. Программировать, это не означает просто взять и выучить язык. То есть, если вы выучите язык, вы не научитесь программировать. Вы можете идеально знать язык программирования, но не уметь на нем написать ни одной программы. При программировании важно научиться именно думать как программист, находить решения ограниченными средствами. То есть, в программировании мы всегда ограничены в плане средств. То есть, у нас есть какой-то набор команд, которыми мы владеем, и мы должны придумать, как эти команды использовать для решения конкретной задачи. Первые задачи вам покажутся бесполезными, но нет. На них вы именно начинаете учиться думать. Именно начинаете чувствовать то, как работает машина, как ей объяснить, чего мы от нее хотим, так сказать. В дальнейшем задачи будут усложняться. То есть, будем смотреть, как мы будем с вами успевать. То есть, если будете хорошо работать, естественно, успеем больше. Я, может, покажу что-то очень интересное. Если нет, значит, останемся на простых задачах, на простых примерах. То есть, все зависит только от вас, все в ваших руках и в ваших силах. Прошу уделять этому достаточное внимание. То есть, все вы знаете, что работа программиста одна из наиболее востребованных на данный момент и высокооплачиваемых. И будущее наступает, поверьте мне, очень быстро. То есть, кажется, сейчас вся жизнь впереди. Очень быстро закончится школа, быстро начнется, закончится университет. Настанет, скажем так, пора, когда вам придется устраиваться на работу. И когда вы ничего не знаете, естественно, вам никакая работа, ну, ни один работодатель не захочет вас взять. Правда? А все хотят жить хорошо. Поэтому сейчас приложите усилия. То есть, я никого насильно доставлять не буду. Я также и не приветствую, естественно, разгильдяйство. Но, то есть, выбор, в первую очередь, за вами. И поэтому давайте постараемся. Ну что ж, поехали. Как я уже сказал, изучать мы будем такой язык, который называется Python. Почему именно он? Все очень просто. Он достаточно прост для начала. Положит вам основополагающие понятия в программировании. Для кого-то это будет проще, потому что кто-то уже знаком с каким-то другим языком. Тогда это будет вообще замечательно. Ну что ж, начнем. Писать можно в различных программах. Первый вариант. Мы можем открыть встроенную в Python утилиту, которая называется IDLE. Вот она, IDLE. Весьма неплохая для бесплатной, для простой утилиты, но имеет ряд недостатков. В частности, у нее очень нехороший автокомплит, то есть, автодополнение вашего кода. Очень простой интерфейс. Ну, скажем так, ничего лишнего. Минимум возможностей, но работает отлично. То есть, мы ее открыли, нажимаем File, New File, и уже можем здесь писать код. Здесь я напишу код самой первой программы. Эта программа просто выведет в консоль Hello World. Я напишу print и вывожу Hello World. Сейчас о записях мы поговорим. Я сейчас начал с примера, но все-таки мы дальше его разберем. Чтобы запустить программу, нужно нажать F5. Оно предлагает нам сохранить документ. Мы соглашаемся и выбираем, куда мы его сохраним. Например, на рабочий стол под названием, пускай будет единичка. Сохраняем. После этого, видим, наша программа запустилась и вывела нам сообщение Hello World. Давняя традиция программистов начинать именно с этой программы. Тут что-то сложное для вас есть? Нет. Как я уже сказал, у этой программы есть ряд недостатков в плане написания кода. Поэтому мы все-таки будем пользоваться более современным и мощным редактором. Это JetBrains PyCharm. Вот он. Я его открываю, два раза кликаю. Закрываю все, что здесь есть. Они мне не потребуются. И жду, пока он у меня откроется, конечно же. Пока открывается редактор, я поставлю запись на паузу. Она уже почти запустилась. Я запись прощаю. Так, мы не будем загружать готовые проекты. Специально, чтобы нам открылось окно свеже, так сказать, установленного PyCharm. Мы можем пойти двумя путями. Либо редактировать тот проект, который у нас уже есть. Здесь будет список всех проектов, которые у вас есть. Можно его закрыть. Убрать вообще. То есть удалить все открытые проекты. И создать новый. Вот Create New Project. Нажимаем Create New Project. Мы выбираем PurPython. Здесь есть ряд настроек, которые для нашего проекта можно установить. Но на данном этапе нас устраивает все как есть. То есть все настройки по умолчанию. Здесь мы можем выбрать путь, где будет храниться наш проект. Конечно, нам уже предлагается стандартная папка. Но я все-таки не хочу сохранять проект именно туда. Поэтому я нажму на трое точие. Выберу Desktop, то есть рабочий стол. И создам на нем папку. Назову ее, например, Python. И в ней же, в этой папке, сделаю еще одну новую папку. Project 1. Ну или в нашем случае я бы ее назвал Lesson 1. Так. И открываю ее. Сделаем здесь кнопочку. Нажмем Create. И наш проект начнет создаваться. Опять же, пока он создается, можно поставить на паузу. То есть у меня запустился новый проект. В нем вот здесь вот видите слева есть инспектор проекта. Его может не быть. То есть такая ситуация вполне может быть, когда у вас IDE выглядит вот так. Если у вас ничего нету, вы видите вот такое вот окно. Вы можете нажать снизу на вот панельечку. Нажимаете, видите, появляются сразу панели по бокам и снизу. И здесь есть панелька Project слева. Это ваш инспектор проекта. Здесь все файлы, которые к нему относятся. Здесь, соответственно, по этой папке я нажимаю правой кнопкой мыши. Нажимаем New и выбираем Python File. То есть новый файл написан на языке Python. Я его назову Main. Это будет главный файл нашей программы. Имя на самом деле особого значения не имеет. Главный критерий имя латинскими буквами без пробелов могут содержать цифры, но не первым символом. Это хороший тон того, как файлы должны называться. То есть латинские буквы это буквы английского алфавита еще по-другому, если кто не знает. Я нажимаю ОК. И у меня тут же создается новый файл, который уже можно писать. Немножко увеличу. Кстати, увеличение может быть недоступно. Если вы хотите настроить, чтобы код у вас по Ctrl плюс колесико увеличивался, нужно зайти в файл. Здесь есть Perforances. Нет, здесь Settings. Здесь Settings в этой версии. И здесь есть Editor. General. И вот тут вот есть галочка. Видите? Change Font Size. Zoom with Ctrl плюс Mouse Fill. То есть изменить размер шрифта с помощью Ctrl плюс колесико мыши. Если галочка стоит, то вы сможете зажимать Ctrl, крутить колесико и увеличивать размер текста. Это так вам просто. Если это необходимо, можете себе настроить. Потому что изначально шрифт достаточно маленький. И напишем ту же самую программу. То есть я напишу Print. И здесь в кавычках напишу Hello World. И восклицательный знак. Это программа всего в одну строчку. И как же ее теперь запустить? Видите, здесь кнопка Play как бы есть, но она серенькая, недоступная. Я нажимаю правой кнопкой. И видите, здесь есть Run Main. То есть запустить скрипт под названием Main. Я нажимаю на нее. После этого у меня и здесь кнопка станет доступной. И моя программа сразу же выполнится. И видите, что она мне вывела? Hello World. Это очень хорошо и замечательно. Что мы отсюда можем для себя изъять нового? Об языке Python. Итак, то, что команда Print у нас выводит какие-то либо сообщения. В данном случае это просто текстовое сообщение. Хочу обратить внимание, что инструкции языка делятся на несколько типов. То есть первое это команды языка. К ним относятся и функции, и типы данных, переменные и так далее. Они пишутся без кавычек просто как есть. Вот, например, Print это команда. Видите, я ее пишу без кавычек, без ничего. И есть литералы данных. Литералы данных это какие-то данные, которые хранятся прямо в вашем коде. Вот, например, Hello World это строка текста, правильно? Ну так вот, текст, обратите внимание, любой текст, который хранится как данные, да, он записывается в кавычках. Либо в двойных, либо в одинарных. Вы можете для себя сейчас на данном этапе выиграть любые. Работать это будет фактически одинаково. Потом мы еще немножко об этом поговорим. Ну, пока так. Понятна концепция? Да, точно. Если я хочу вывести несколько сообщений, я могу написать Print Hello World, потом, например, Print True La 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 La. Если я запущу этот код, у меня выполняются две команды последовательно. То есть код выполняется сверху вниз. Сначала у меня выполнилась команда Print Hello World, вывела мне сообщение Hello World. Потом у меня выполнилась команда Print True La 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 и у меня вывелось сообщение True La 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 La. Понятно? Да. Если я напишу Print на третьей строке, понятно, он сработает позже двух предыдущих. Тут ничего сложного для вас нету, я думаю, да? Да. Естественно, язык программирования был бы бесполезен, если бы он умел выводить только сообщение, да? Начнем мы с простой задачи. Нам нужно вывести результат какого-то выражения. Под выражением подразумевается не только математическое выражение. Это может быть выражение конкатенации строк, добывание элементов массивов, но это все позже. На первом этапе под выражением будут подразумеваться именно математические вычисления, либо склейка строк. Понятно? Простейший вариант написать математическое выражение можно, например, так. 2 плюс 3. Но если я просто напишу 2 плюс 3, да, это пятерка, но что с этой пятеркой делать? Ее нужно, наверное, вывести, да? Поэтому я пишу вот так вот, print, и в круглых скобках пишу 2 плюс 3. Что у меня сейчас выведется сюда, когда я нажму play? А вообще суммарно. Hello World, тру-ла-ла-ла и 5, да? Запускаем. У меня Hello World, тру-ла-ла-ла и пятерочка. Причем я хочу обратить внимание, что язык программирования, фактически любой, знает правила. То есть, если я напишу 2 плюс 2 умножить на 2, сколько это будет? 6. 6, правильно. Если есть правила, то это 8. Да, ну я говорю, язык знает правила, и это у нас будет 6. Теперь давайте поговорим о том, как же записываются вот эти вот моменты. Там плюс, минус, умножить. Ну с плюс-минус все понятно, это действительно плюс и минус. Умножить мы уже узнали, что это у нас звездочка, да? Разделить, это у меня вот такая вот косая черта. Это слэш. Да? А есть еще одна операция, она называется остаток отделения. Процент, да. Остаток отделения. Что такое остаток отделения? Ну это если вы делите, что... Делит 1, 2, 2, 2, 3. А остаток отделения 1. О, молодцы. Все поняли? Да. Ну, кто не знает, что такое остаток отделения? У нас есть такие? Все знают, да? О, вы молодцы, радуете. Ну то есть если я напишу, например, 5, остаток отделения на 2. Сколько это? 1. А вот это? 0. 0. Это хорошо. К слову, вот такой вот вопрос. Какое число мы называем четным, например? Можно разделить на 2. Без остатка. Давайте добавим, да? То есть остаток отделения на 2 такого числа равен чему? 0. То есть вот критерий четности. То есть если же остаток отделения числа на 2 равен 0, значит число четное. Вот такой вот момент. Есть еще один критерий, но вам о нем рано знать пока что. Тут понятна концепция? Да, да, да. Кроме этого есть такие выражения, которые называются операциями сравнений. Это операции, которые дают нам результат вида да или нет. На английском это true или false. Правда, ложь, соответственно. Например, я говорю 2 меньше 2. Это у нас правда или ложь? Ложь. Абсолютно верно. Это у нас ложь. False. Да? А если я напишу 2 равно 2, это правда? Да. Да. Но дело в том, что смотрите. Операция равно, она занята. Она делается для того, чтобы записать результат из правого выражения в левую переменную. Поэтому для сравнения используют 2 равно. Понятно? То есть, когда мы сравниваем, когда нам нужно проверить, равны ли числа, мы используем двойное равно. И теперь я запускаю, и у меня получается, что видите, true, то есть 2 равно 2. Согласны? Да. Тут вопросы есть? Нет. Нет. Это очень хорошо. А как вы думаете, а что будет, если я напишу вот так? Это у меня false. То есть, это у меня число, а это у меня текст. А как вы думаете, а можно из числа сделать текст, и из текста число? Можно. Для этого есть специальные директивы языка, специальные функции. Итак, как из строки сделать число? Числа в общем случае бывают двух видов. Это целые и вещественные. Целое число, это число, которое не содержит знаков после точки. Например, там 2, 4, 8, минус 1, это все целые числа. А вещественные, это, например, 2 с половиной. Да? Ну так вот. Если мы хотим делать целое число, мы пишем вот так вот. Int. И в круглые скобки возьмем эту строку. И 2 равно 2. Это правда. Понятно? А можно и наоборот. Ну, можно, давайте превратим в вещественное. Тогда я здесь напишу float. Плавать. Плавающая точка. Еще называют их. И у меня тоже будет true. То есть два способа преобразования. Разница в чем? Если я 2.5 здесь написал, да? Попробую приводить к float и сравнивать с двойкой. Это у меня false. А что будет, если я вот здесь напишу int? То будет ошибка. А почему у нас ошибка, как вы думаете? Потому что 2.5 это не целое число. Его нельзя привести к целому. И его можно интересным образом сделать. Попробовать. Да. То есть мы сначала из строчки получили вещественное число, да? А потом из того, что получилось, получили целое. И тогда у меня получилось true, потому что целая часть, это у нас сколько? 2. То есть то, что после запятой, у нас выкинули. Понятно? Да. Тут вопросы есть? Нет. Это процесс округления. Ну, не совсем округление. Округление, оно знает правила, а вот это не знает. Оно просто берет и отбрасывает все, что после запятой. То есть 2.9 все равно получится 2. Ну, так вот. А вот здесь вот наоборот поступим. Мы из числа сделаем строку. Я напишу вот так вот str и возьму в скобочки. И у меня получилось тоже true, потому что здесь у меня тоже получилась строка на основе числа. Тут понятно? Да. Какие тут есть вопросы? Никаких. Но сейчас мы работаем со значениями, которые мы вписываем прямо в выражение. Это обычно неудобно, потому что, во-первых, их нужно менять, во-вторых, их может быть много. Да? Поэтому сейчас мы познакомимся с таким понятием, которое называется переменная. Что такое вообще переменная? Ну, это был не вопрос на самом деле. Это я сам собирался сказать. Ну, ладно. Близко. Переменная, в общем случае, это именованный кусочек оперативной памяти. То есть нам дается кусочек оперативной памяти, и мы даем ему имя. В этот кусочек памяти можно записать все, что угодно. Простейшая аналогия переменной – это камеры хранения, каждая из которых подписана. Вот подпись камеры – это ее имя, а то, что в ней лежит – это ее значение. Понятно? Итак, мы можем написать переменную. Например, переменная a, я ее так просто назову, равняется и равняется 10. То есть я взял, создал ячейку по имени a и положил в нее число 10. Если мы сейчас напишем print a, то она вывела 10? Абсолютно верно. Если я написал print a, вы видите, она вывела 10. А если я напишу print a плюс 2, сколько мне выведется? 12. 12. Сложное что-то есть для вас? Нет. Нет, это замечательно. Также я могу объявить вторую переменную. Например, написать b равняется 100 ровно, допустим. Да? И я здесь напишу print a плюс b. 110, да. Всем понятен? Это очень хорошо. Опять же, переменные, которые у нас объявлены прямо в коде, вот так вот, это, конечно, хорошо, но этого нам для выполнения каких-нибудь задач все-таки недостаточно. Нам бы хотелось какого-то интерактива, чтобы пользователь нам вводил значения этих перемен. Для этого в Python есть специальная команда, которая называется input. Она позволяет пользователю что-либо ввести. Абсолютно верно. То есть я пишу, допустим, a равняется input. Ну, а здесь я буду выводить это a. Давайте посмотрим, что будет. Я запускаю программу. У меня программа ничего не вывела, она просто ждет. Ждет, пока я что-то напишу. Я напишу, например, Вася. Нажму Enter. И она мне в ответ вывела Вася. Да? То есть сначала она говорит в переменную a запиши то, что введет пользователь. Пользователь что-то ввел. И это что-то вывелось у нас на экран. С помощью команды print. Все достаточно просто. Но пользователь же, когда я запустил эту программу, она у меня ничего не говорит. То есть пользователь не знает, чего я от него хочу. Правда? Поэтому, ну, можно вначале написать print. Первый вариант. Да, написать print. Например, введите ваше имя. Двоеточие. Теперь смотрим, что будет. У нас вывелось сообщение введите ваше имя. Двоеточие. Значит, мы точно знаем, что нам что-то нужно написать. И я там пишу что-нибудь, какой-нибудь тру-ля-ля. И нажимаю Enter. И мне выводится оно же. Это хорошо. Но есть и второй способ. Можно вот эту надпись писать не здесь, а прямо внутри импута. То есть прямо вот тут. Так немножко короче получается. И... Да, и быстрее. И опять же, введите ваше имя. И обратите внимание, где я буду писать. Прямо возле двоеточия. Я введу здесь какой-нибудь Вася. Да? Нажимаю Enter. И мне вывелось Вася. Все работает. Убедились. Хорошо. Теперь давайте немножко изменим этот код. Давайте склеим нашу строку, которую введет пользователь. Со строкой какой-нибудь еще. Например, мы напишем так. Так, сначала мы напишем строку вас зовут. Поставим пробельчик. И здесь я напишу плюсик. Это значит приклеить. Понятно? То есть я к вот этой строчке приклеиваю еще значение А. Получится вас зовут и то, что записано внутри А. Запустим. Введите ваше имя. Я ввожу все так же, допустим, Вася. Ваяся. Ваяся, да. Вася. И мне выводят сообщение. Вас зовут Вася. Тут понятный момент? Да. Вылезет. А что, если я хочу написать программу, которая, например, находит сумму двух чисел? Я напишу так. Введите число, например, да. И сделаю какую-то переменную В. Введите второе число, да. А здесь я напишу, наверное, А плюс В, да? Так вы думаете? Да. Давайте посмотрим, что же будет, если я так сделаю. Введите число. Я ввожу 10. Введите второе число 5. Сколько должно получиться? Правильно, 105. Что? А теперь я вам объясню, в чем дело. А надо добавлять, что много, даже сайт стоит. Все очень, ну, да. А почему так происходит? Потому что программа складывает сам текст. А текст у нас есть текст 10 и текст 5. Текст, правильно. То есть пользователь, он вводит не цифры, он вводит текст. Правильно? Так как пользователь вписал текст, программа не понимает, что это цифры. Программе нужно что-то с ними сделать, чтобы она понимала, что это цифры. Да? И как же с этим быть? Что же тогда делать-то? А как мы превращаем текст в цифры? Нет, скобки мы здесь не ставили. Это же просто, это текст и есть. Пользователь ввел, это всегда будет текст. У нас есть такие штуки, которые мы писали до этого. Вот у нас float и int, да? Например, float от A, да? Плюс float от B. Вот так. А где надо писать каждому? Я сейчас покажу варианты, как можно это сделать. То есть первый вариант, прямо вот так вот брать переменные выражения. И тогда у меня получится число от строки A и число от строки B. Например, 10 плюс 5. Теперь у нас получается 15 и 0. Это уже больше правдоподобно, да? Можно также, ну можно целые. Понятно, что если мне нужны целые числа, я бы писал здесь int. Это лакомичный. Более универсальный. Смотрите, можно сразу же вот здесь писать, вот прямо вот так. Вот float от input. То есть пользователь ввел, да? И мы сразу же его преобразовали к float. И у нас получается, что это у нас тоже число. И тогда я могу уже вот так вот написать, например. После запуска видите первое число 10, видите второе число 5. И того у нас тоже получилось, как видите, 15. То есть все так же работает. Тут вопросы есть? Нет. Вопросов нет? Нет. Это хорошо. Дальше. Тут понятна концепция? Да. Ну что ж, напишите свою первую программу. Да. Хорошо.